Самые красивые ворота, которые я когда-либо видел живьем, это Магдебургские ворота. Сейчас подойдем поближе. На воротах ворота состоят из пластин, на них нарисованы картинки из Ветхого Завета. Ручки украшают львы, и у льва во рту рукоятка в виде, как пишут в описании, змей, а почему-то змеи с ушами. Змей с ушами я что-то раньше не встречал, по описаниям в википедии это у них именно змея. Так картинки отображают быт народа того времени. Ворота изготовлены в одиннадцатом веке, и в Великий Новгород они попали в качестве воинского трофея. Это не новгородское искусство, это новгородский трофей от походов. Не только шведы нас, скажем, грабили, скандинавы, но и мы их, и как видим, довольно успешно. Заказчик этих ворот, они сделаны по заказу, это архиепископ местный, скандинавский. И на воротах где-то сейчас найдем изображены создатели этих ворот. Ремесленники, ремесленников этих уже давным-давно нет в живых, а память о них есть. То есть, если вы хотите, чтобы вас запомнили надолго, нужно сделать что-нибудь красивое. Как минимум, у ворота, если вы сделаете что-то похожее на эти ворота, вас будут помнить даже через тысячу лет. От ворота, можно сказать, уже почти девятьсот лет. Они все до сих пор еще ценятся и будут цениться как реликвия. Именно создатели их будут помнить, наверное. Где-то нарисованы два создателя по описанию википедии, они с клещами в руках. Это вот, по всей видимости, библейские мотивы из Ветхого Завета. Надписи сделаны, переведены на старославянский. Все равно я не понимаю, что написано. ПО Förярых. Пройдущим. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...